Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня еще раз будем говорить о перце. Когда я выложила на странице на своей фотографию перца, вот этого скороспелого венти, у меня некоторые люди попросили дать описание его. Я сейчас опишу не только его, а еще раз поговорю про выбор перцев. Вот у нас венти, сорт. Написано, ранний, очень нежный. И когда вы, например, идете в магазин покупать, покупаете, только вот, ну смотрите, ранний, ранний, все. Не удивляйтесь, что в конце концов у вас в огороде может вырасти вот такой вот карлик. Видите, он совсем маленький, но на нем уже плоды. Потому что по техническим характеристикам у него, как рост его, высота всего 40-45 см. Обязательно читайте вот эти все описания, потому что разная высота, разный размер плодов. Не удивляйтесь, если не прочитав, вы купите какой-то сорт, ну вот, нужен будет вам ранний, и получится в результате, что крошечные, крошечные будут у вас плоды, маленькие совсем. Вот, например, Виктория. Видите, на картинке прекрасные такие, как стручки, плоды перца. Но, написано, масса 50 грамм. Ну, 50 грамм это вообще будет крошечная-крошечная перчинка, поэтому внимательно читайте, да, он скороспелый. Но вы должны быть готовы к тому, что это будет вот такой карликовый плодик, 40 см высотой и 50 всего грамм стручочек маленький. Вот у этого стручки тоже маленькие, 70 грамм. Но эти сорта специально для того и садим. Пусть он и маленький, но он будет самый первый, вот он уже в рассаде хочет даже плодоносить. Но если вы покупаете такой сорт, вы должны уже это быть ожидаемо для вас, что он будет очень мелкоплодный, очень маленький сорт. Я их зову как карлики, но 40 см это совсем мало. Даже в рассаде видно, что вот такой вот, ну, более позднего созревания. Видите, он даже еще не цветет, но он уже намного больше, выше этих маленьких. Вот сейчас на отдаление покажу вам. Видите, он какой огромный. А у него даже еще нет цветов. Он будет ростом больше метра, ну, примерно метр. У него будут 300-400 грамм плоды. Вот такие вот огромные, желтые, огромные. И вот при посадке нужно это все учитывать, потому что вы посеяли вот такой, и вы посеяли вот такой. Вы в рассаде, если вы поздно посадите, вы можете даже не узнать, не понять, что они намного отличаются друг с другом. И их садить надо или как-то лесенкой, вот эти маленькие на первом плане, а эти дальше. Или, ну как, вы должны учитывать, что эти будут вот совсем карлики. Вот, это Венти, это вот Виктория, это ласточка. У всех у них высота 40 см. Они больше сильно и не вырастут. Вот я его сейчас высажу в открытый грунт, но он еще сантиметров 10 может поднимется. Будет он вот такой. Вы видите, что если он уже плодоносит, значит, он полностью сформировал уже свой кустик, и он будет как в ширину он раскустится, высоту он сильно выше не будет. Вот этот перец будет расти еще очень долго. Хоть он и закладывает вот эти вот цветочные бутоны, он будет очень высокий, очень массивный, он будет прям как деревце. На нем будет очень много больших плодов. Так что, когда выбираете сорта скороспелые, там, средне-ранние, поздние, обязательно читайте, изучайте технические характеристики. Вот этот вот Винни-Пух вообще будет очень гномик маленький. Совсем-совсем маленький. Эти сорта надо садить впереди вот этих высокорослых с южной стороны. Потом они когда отплодоносят, они очень рано начинают плодоношение, можно их вырвать и выбросить. А осенью как раз подоспеют вот эти вот великаны. Все, до свидания. Надеюсь, это вот маленький, короткий, совсем видеоурок поможет вам разобраться в разнообразии сортов перцев. Изучайте все свойства растений, чтобы у вас потом летом не было, как сказать, таких нюансов, что вот этот вот перец большой перекроет солнцесвет всем вот этим маленьким. Смотрите на рост, смотрите на размер плодов, когда покупаете семена в магазине. Все, до свидания. Всем хороших урожаев. Разбирайтесь в своих сортах, изучайте и подбирайте именно те, которые хорошо вырастут в вашем регионе. Заходите на страницу в Одноклассниках Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край, 56 лет. Там вся информация о сортах, о выращивании. Там очень-очень много интересного. Продолжение следует...